Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Праздник защитника Отечества, казацтва и покрова Пресвятой Богородицы. Как украинцы проводят этот день? Цена народа избранных. Сколько мы будем платить народным депутатам в следующем году? А для Харви какие наказания ждут легендарного продюсера Харви Вайнштейна за сексуальные домогательства? Три праздника сегодня отмечают в Украине. День защитника Украины, День украинского казачества и покров Пресвятой Богородицы. В столице прошли сразу несколько митингов, вечер, мероприятия сопровождали несколько тысяч полицейских. Удалось ли ему держать все под контролем и кто все же пустил в ход дымовые шашки и петарды, узнаем от любви куклы. С четырех часов дня в центре Киева проходит многотысячный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Здесь собрались люди со всей Украины. Падько, пандыры! Раз, два, три, четыре, четыре! Впрочем, вышли на митинг сегодня не только в честь праздника. По словам активистов, своим маршем пытаются выразить недовольство недавно принятыми радой законами. Про легализацию так называемого Донбасса, про пановление с ней торговли, про народную поли-милицию на территории Донбасса. Ну, хай теперь смотрятся. Тем не менее, сразу уверяют, сегодняшнее шествие будет без провокаций и стычек. Мы, как представители нацистического движения, не знают, потому что сегодня свято. Вы знаете, я думаю, провокаций не буду. По-перше, свято. По-друге, каждый может высловить свою думку. Если мы будем двигаться, будет результат. Если мы будем сидеть по хатах, результата не будет. Но не тут-то было. Почти сразу после начала митинга задержали одного из активистов за нацистское приветствие. Тем не менее, ситуация на протяжении всего мероприятия оставалась под контролем. Почтить защитников активисты националистических сил собираются уже несколько лет подряд. Сегодня великое свято для всех украинцев. Свято святої покрови, которая всегда была покровительницей украинского войска, козахства, сечевого стрелецства. Багато украинцев заехало. Десь более 20 тысяч, мы видим, что есть тут. Багато тут киян пришло. Это свято уважения тех, кто оборонил Украину и часто-густо даже поклав жизнь за Украину. Думаю, что социокультурно это свято проживается. Традиционно сначала возле памятника Шевченко состоялась вечер. Потом из парка колонна участников двинулась до Контрактовой площади. Ближе к вечеру участники зажгли фаеры. В ход пошли домовые шашки и петарды. Улицу полностью окутал дым. Но дальше пиротехники дело не пошло. За порядком в центре Киева следят несколько тысяч силовиков. Любовь кукла Инна Томина, Максим Чеблин и Вадим Ревун. Подробности. Телеканал Интер. Ко дню защитника Украины бойцам АТО выдадут премию до 3 тысяч гривен. Об этом президент Украины сообщил во время своего визита на военный аэродром Озерное в Житомирской области, где он вручил военнослужащим государственные награды. Порошенко пообещал, что до конца года армия получит еще более тысячи единиц военной техники. По его словам, часть этого вооружения направят на склады резерва. Я очень хорошо помню 2014 год. В этом году оборона промышленность передала партию оружие, которого хватало только для взвода. А сегодня только танков мы передаем столько, что хватит для того, чтобы обеспечить комплектацию полной танковой бригады. против этого года на оружие не приняты новые взрослые украинские оружие. Для того, чтобы обеспечить армию новым вооружением и техникой, в следующем году на безопасность и оборону выделят 165 миллиардов гривен. Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман, который тоже сегодня поздравил бойцов с праздником. Подприемство оборонного комплекса обеспечит армию новыми танками, новыми летаками, бронетехникой и автомобилями. У наших защитников будет современная оружие и экипирование. Будет гидно заработать на плате. Памятник борцам за свободу и независимость Украины открыли в райцентре Дубна в Ривненской области. Монумент символизирует подвиг украинских героев всех времен. Над шестиметровой скульптурной композицией больше года работала целая группа архитекторов. Я помогал невеликими финансовыми ресурсами, но всех своих знакомых и друзей попросил это сделать. И близко 10 людей, предприемцев, депутатов, меценатов сделали свои внески. В первую очередь, мы должны благодарить авторской группе. Эта наполнительная шабля показывает, что мы не хотим чужого, но своего не отдам. Поэтому это характерно, как обличие козырлюги, показывает уверенность, незламность украинского войска. Военных сегодня поздравили во всех регионах. В Харьков на поезде Трухановская сечь приехала молодежь из восьми областей Украины. Чем завершился этот праздник? Давайте посмотрим. В Харькове защитников Украины и военных, и ветеранов АТО с утра поздравляли чиновники. На площади защитников Отечества минутой молчания почтили тех, кто не вернулся с фронта и возложили цветы к мемориалу. Кроме того, сегодняшний праздник отметили патриотическим шествием. Его участники прошли по центральной улице Харькова от монумента Ивану Серку до памятного знака воинам УПА. Приняла участие в марше и молодежь, которая съехалась в Харьков из восьми областей Украины на поезде единения Трухановская сечь. Колонна прошла мимо мемориала репрессированным Кабзарям и памятника Шевченко. Мы сюда приехали по потягу дружбы, вшанували по братьям, которые были на Майдане. У памятника героев УПА активисты развернули огромный флаг Украины и провели молебен. А вот после обеда вандалы омрачили праздник. Камень в молодежном парке, установленном в честь воинов УПА, облили красной краской. В Николаеве к Дню Защитника открыли новый мемориал памяти бойцов, погибших в АТО. Ранее на этом месте была доска почета ударников труда и плакаты о достижениях промышленности. Сегодня конструкцию мемориала полностью отремонтировали. Фамилии героев разместили на фоне фотографий с фронта. У меня одна дитина, и нет, и нет, и нет. Почтить память героев пришли их родные, сослуживцы и неравнодушные жители Николаева. 13.07.14 года погиб Саша Костюшко, Сергей Ярошенко. Я был поранен, остался живым, пришел отдать гидную шану. Сходил второй раз в аэропорт, отомстил врагам. Почтить память этим нашим героям, которые погибли назад, молодые ребята. Это наши сыновья. Мы им благодарны от всей души. В Днепре начали отмечать День Защитника Украины с принятия присяги. 350 курсантов Университета внутренних дел дали клятву на верность Украине. Пришли на церемонию и матери бойцов, которые погибли на Донбассе. Они принесли фотографии своих сыновей. Память павших защитников почтили минутой молчания. Потом нацгвардейцы, ВДВшники, ветераны АТО и полицейские маршем прошли по главным улицам Днепра. Загинул в 2014 году на Саур-Могиле. При обороне Саур-Могилы. Было ему 26 лет всего. В Ивано-Франковске День Казачества также отметили торжественным маршем. Под звуки оркестра несколько сотен участников, среди них бойцы вооруженных сил, нацгвардии и ветераны АТО, прошлись центральными улицами города. В мемориальном сквере провели панахиду по погибшим воинам. Завершилось празднование масштабным вече. Кирилл Ющишин, Светлана Шекьера, Елена Миндалюк, Жанна Дучак. Подробности телеканал Интер. Кошельки парламентария в следующем году могут разжиреть на треть миллиарда. В случае, если проект бюджета проголосуют без изменений. На работу Верховной Рады планируют выделить более полутора миллиардов гривен. Это на 400 миллионов больше, чем в нынешнем году. Только на зарплаты нардепов и их помощников пойдет полмиллиарда. Кроме этого, планируют значительно увеличить расходы на депутатские командировки до 34 миллионов гривен. Меккой для финансистов стала в эти выходные американская столица в разгаре осенний саммит МВФ и Всемирного банка. О чем спорят ключевые чиновники и банкиры Дмитрий Анопченко с подробностями из штаб-квартиры Международного валютного фонда. Открытые заседания, когда для всех, кому не хватило места в зале, выступления на огромном экране транслируются. И закрытые встречи, куда ни прессу, ни посторонних не пустят. Как Брекзит ударит по Европе? Доверят ли криптовалютам? Или это вообще пустышка? На какие реформы соглашаться, какие могут подождать? Об этом чиновники и первые лица банков тут, в Вашингтоне, говорят. И публично, и тет-а-тет. А для журналистов осенний саммит – возможность расспросить даже самых неразговорчивых сотрудников МВФ. На пресс-конференции главы Европейского департамента фонда первый же вопрос об Украине. А точнее, о ценах на газ для населения, которые МВФ рекомендовал стране рассчитывать по новой формуле, а значит поднять. Мы ожидаем, что украинские власти будут выполнять эти договоренности, которые предполагают определенное увеличение тарифов в энергетике. Конечно, мы всегда можем обсуждать и время, и технические детали, но, думаю, это очень важно. Но речь не идет о том, что тарифы должны повысить уже сейчас, о чем писали в СМИ. В разговоре с нами финансист еще раз уточняет фонд, готов дать Украине время. Если принципиальное решение о переходе на новую формулу и, соответственно, на новые цены, официальным Киевом будет принято. Необходимо на этом сделать сейчас упор. Опять же, временные рамки могут обсуждаться, но в целом нужно двигаться к тому, чтобы пересмотреть формулу цены. Для МВФ этот газовый вопрос – то, что тут называют «prior action». Одно из ключевых условий, без которого вряд ли дадут новый транш. Так же, как и пенсионная реформа. Но руки стране никто не выкручивает. Делится с нами министр финансов. Нема МВФ против Украины, Украина против МВФ. Это абсолютно неправильно. Инклик, это так говорится, вымоги МВФ. А чи вы погодитесь на вымоги? Не питание вымог. Это співпраця. И МВФ нам тут партнер. Тому у нас абсолютно відкритие відносин, мы все обговоримо. И так чекаємо результатів. Чтобы достичь договоренностей, в том числе и по газу, есть еще два дня. В пятницу уже обсудили пенсионную реформу. Тщательно до деталей. Министр уверяет, и МВФ, и Всемирный банк этот законопроект поддержат полностью. В условиях, когда страна продает сейчас евробонды, и в бюджете появились серьезные деньги, может возникнуть соблазн и с МВФ, и с предлагаемыми фондом реформами несколько притормозить. Раз уж в новом транше нет острой необходимости. И вот те, с кем мы разговаривали в эти дни здесь, в кулуарах Вашингтонского саммита финансистов, как раз и предостерегают от подобного сценария. Мол, не стоит рисковать. Ведь заморозив процесс сейчас, выждав время, можно потом очень долго его восстанавливать. А еще практически на каждой встрече с украинской делегацией тут поднимают вопрос борьбы с коррупцией. И для МВФ, и для Всемирного банка это один из маяков, без которого, и это дают понять четко, движения вперед не будет. Из штаб-квартиры МВФ, Вашингтон. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Пока одни военные на передовой сегодня отбивают атаки боевиков, которые, к слову, не прекращаются, их побратимы всего в нескольких километрах от линии фронта принимают поздравления. Такова жизнь. Руслан Смещук побывал сегодня и на позициях под Авдеевкой, и в самом фронтовом городе. Авдеевская промзона. Место постоянных боев и обстрелов. Позиции военных и боевиков здесь совсем рядом. Но сегодня можно подобраться поближе. Сегодня здесь затишье. Вот за той красной стеной уже находятся огневые точки боевиков. Ну, тут дистанция метров 150. Сейчас относительно тихо, ну, то есть раздаются одиночные выстрелы и взрывы. Но, в принципе, это спокойная достаточно ситуация для промзоны. И, возможно, это связано с работой наблюдателей ОБСЕ. Впрочем, есть места, где враг еще ближе. Можно не то, что гранатами перебрасываться, даже слышать друг друга. За 20 метров позиция их отдела. Самая ближняя их позиция. Как часто они подходят там? С чего? С автомата? Ну, бывает там. Хочут на провокации. Бывает. Гранаты прокидают и стреляют. Когда можно, когда не можно стрелять, дотримаюсь. Ну, ответку даю. Уже через несколько минут промка начинает греметь. На позиции военных прилетает подствольная граната. После чего завязывается короткая перестрелка. В день защитника Украины защитникам промки устроили сюрприз. К ним приехала одна из самых старых украинских рок-команд. Братья Гадюкины. Рокеры устроили эксклюзивный концерт для военных. Конечно, не на самой промке, но всего лишь в нескольких километрах. Благодарность солдаты подарили музыкантам флаг промбергов. А это уже центр Авдеевки. Тут по случаю Дня защитника Украины устроили торжества. Дети и взрослые поздравляли военных. Наши граждане, наши газы, мы борти за морю, за народ. Военные на радость местной детворе выкатили несколько бронемашин и другую технику. К поздравлениям защитников Украины присоединяются Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер. Медики Черкасской области организовали сюрприз для своих коллег, которые сейчас находятся в зоне АТО. Какой груз они передали и когда он попадет по адресу, знает Станислав Кухарчук. Перед каждым выездом Елена внимательно проверяет медикаменты в карете скорой помощи. Свою работу девушка знает хорошо, она даже обучала военных азам экстренной медицины. Теперь решила поделиться не только знаниями, их станция скорой помощи в который раз собирает помощь для фронта. Мы сдавали кто сколько может. Мы финансово на эти деньги закупывали теплые одежды и медикаменты. Все долучились, потому что обойденных нет. И большая количество собрана. Мы про это начали говорить еще больше месяца назад. Черкасские медики помогают военным уже три года. Собирали деньги на бронежилеты, на лекарства и медицинское оборудование. Но в этот раз решили привлечь к сбору медгруза не только станции скорой помощи, а все без исключения в медучреждения области. Собранный груз едва помещается в двух комнатах. Здесь матрацы и одеяло для фронтовых госпиталей, холодильник для хранения лекарств и медпрепараты. В основном противовирусные. Анатолий будет сопровождать груз на передовую. Он побывал во многих горячих точках и знает цену такой помощи. Они не требуют. Они не говорят, что нам нужно то-то. Нет. Вот было бы непогано. Ну, я понимаю, что просить никто не любит и не хочет. Это просто в разговоре уже. С разговорами мы выбираем, что люди да сказала, что хотели делать. На передовую груз попадет уже сегодня. Правда, в целях безопасности маршрут каравана медики не разглашают. Данил Снисор, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности. Телеканал Интер. Черкассы. Шесть граждан Украины за контрабанду задержали российские спецслужбы. Об этом сообщают в ФСБ. Украинцы якобы пытались перевезти через границу 20 тонн сельскохозяйственной продукции. Поезд следовал из Купенска в Белгородскую область. И, не доезжая до российской границы, сделал несанкционированную остановку для выгрузки товара. Сейчас проводится проверка. Задержанным грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей и выдворение страны. Ситуацию на Донбассе и размещение миротворцев ООН обсудили спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый. Об этом говорится на официальной странице пресс-службы ведомства в Фейсбуке. Дипломаты сошлись на том, что дальнейшие шаги для восстановления суверенитета территориальной целостности Украины надо проводить путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН. В Израиле приветствуют последние заявления Дональда Трампа относительно сделки с Ираном. Жесткие слова американского президента здесь восприняли с надеждой на то, что Америка может выйти из соглашения и таким образом помочь еврейскому государству. Все детали узнаем от Сергея Ауслендера. Окажись сейчас Дональд Трамп в Иерусалиме, его понесли бы по улицам на руках. Реакция Израиля на его последние заявления по Ирану была более чем восторженной. Еврейское государство, пожалуй, самый ярый противник ядерной сделки. Здесь полагали, что соглашение проложит путь Тегерану к обладанию ядерной бомбой. А это главная стратегическая угроза для Израиля. Президент Трамп только что создал возможность отказаться от этой отвратительной сделки, не обращая внимания на агрессию Ирана и противостоять его поддержке терроризма. Вот почему Израиль пользуется этой возможностью. И поэтому каждое ответственное правительство и любое лицо, занимающееся вопросами безопасности в мире, должно это сделать. В 2015-м Исламская республика и шесть западных стран подписали соглашение о том, что Иран будет развивать свою ядерную программу исключительно в мирных целях в обмен на снятие санкций. Эту сделку многие эксперты критиковали, утверждая, что она развязывает руки Тегерану и позволяет ему практически безнаказанно финансировать терроризм. Ядерная сделка была одним из худших и односторонних соглашений, в которые когда-либо были вовлечены Соединенные Штаты. Честно говоря, это позор для Америки. И поверьте мне, этим все не закончится. В Европе слова Трампа восприняли болезненно. Ядерная сделка с Тегераном считается едва ли не главным успехом европейской дипломатии за последние годы. Россия выразила опасения, что это приведет к новому витку напряженности на Ближнем Востоке. А вот в Иерусалиме не устают повторять, что Исламская республика и есть главный источник напряженности, причем не только на Ближнем Востоке. Что Тегеран финансирует террористов и пытается распространять свое влияние повсюду. Нет до сих пор элемента контроля того же МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ знает, что до сих пор Иран не подписал дополнительный протокол, которым регулируют как раз приезды контролирующих инспекторов ООН. А без этого говорить о том, что Иран выполняет обязательства, просто преждевременно и в общем нереально. Америка пока не выходит из ядерного соглашения, заявил Трамп. Но может это сделать в любой момент и таким образом обеспечить себе свободу действий. Пока же США усиливают санкции против Ирана. В Тегеране постоянно подчеркивают наш атом мирный, а все оружейные программы исключительно оборонительные. В Израиле, который считается главным противником ядерной сделки с Ираном, считают иначе. И для чего тогда, спрашивают в Иерусалиме, Тегерану нужны баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие с дальностью полета в несколько тысяч километров. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Смотри, нам нужно говорить только о независимости. Такое заявление сделал вице-президент Каталонии Ариоль Хункерас. Уже в понедельник правительство Испании хочет услышать четкий ответ от каталонских властей, что конкретно они подразумевают под независимостью. И если прояснить свою позицию до начала следующей недели не удастся, центральная власть может задействовать статью Конституции по восстановлению контроля над регионом. Глава парламента Каталонии Карлос Пучдемон ранее уже объяснял об одностороннем выходе из состава Испании, основываясь на результатах референдума. Бодрит наотрез отказывается признавать этот плебисцит и призвал каталонские власти вернуться в законное русло. Создать республику и добиться независимости можно только с помощью диалога при участии всех сторон, в том числе и международного сообщества. Мы убеждены в том, что единственный и правильный путь – сохранять верность мандату 1 октября и следовать декларации о независимости. Исполнительный совет ЮНЕСКО назначил Адри Азуле на пост генерального директора этой организации. Кандидатуру ее еще должны утвердить на генконференции 10 ноября все 195 государств-членов. Адри Азуле 45 лет. Ранее она занимала пост министра культуры Франции. Главная задача – вернуть авторитет и доверие к организации, уже заявила Азуле. Особенно после того, как на днях США заявили о выходе из ЮНЕСКО. Несмотря на то, что Вашингтон почти 6 лет не платил взносы, ущерб после выхода США будет существенным. Организации придется свернуть часть проектов и сократить свой бюджет. На сегодняшние вызовы можно ответить только с помощью коллективных действий. Если мою кандидатуру все-таки утвердят и мне передадут руководство, первое, что я сделаю, это сконцентрируюсь на работе по восстановлению авторитета организации и ее эффективности. В это кризисное время нам нужно как никогда больше работать в рамках ЮНЕСКО, поддерживать, укреплять и реформировать организацию, а не выходить из нее. В Калифорнии бушуют лесные пожары. Жертв, по официальным данным, уже 36, и около 200 человек считаются пропавшими без вести. Пламя уничтожило более 5,5 тысяч домов. Борьбу с огненной стихией ведут 9 тысяч пожарных из 10 американских штатов. В самой же Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации. Капкан для Харви. Скотланд-Ярд присоединяется к коллегам из Нью-Йорка в деле против самого влиятельного продюсера Голливуда. Все больше актрис выдвигают обвинения против Харви Вайнштейна. Они говорят о домогательствах и даже изнасилованиях. Кто пострадал и чем может закончиться этот скандал, разбиралась Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Его выгнали из собственной компании. От него ушла жена и отреклись друзья. Еще вчера самый влиятельный продюсер и легенда киноиндустрии. Сегодня потерянный 65-летний мужчина, брошенный даже самыми близкими людьми. Но кроме моральной ответственности ему грозит и ответственность криминальная. Расследованием сексуальных злодеяний Вайнштейна уже занялись в полиции Нью-Йорка. А сейчас к коллегам присоединились исследователи из британского Скотланд-Ярда. В общей сложности уже около 30 женщин заявили о домогательствах продюсера вплоть до изнасилования. Еще десятки выступили с публичным осуждением. Среди пострадавших его бывшие ассистентки множество актрис, в том числе Анжелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Продюсер применял силу и не принимал отказов. В противном случае мог закрыть дверь Голливуда навсегда. Это был один из грязных секретов, о котором многим было известно. Некоторые агенты даже предупреждали, дескать, да, он немного льстивый и немного странный. Не переживай, он может домогаться тебя чуть-чуть, но ничего, подыграй ему. А все почему? Потому что все закрывали глаза на эту большую проблему. Сам Вайнштейн обвинение отрицает, хоть и приносит извинения за свое поведение. Он отправился в престижный реабилитационный центр в Аризоне, лечиться от сексуальной зависимости. Конечно, я не в порядке, но стараюсь держаться. Мне нужно идти, но знаете что, мы все делаем ошибки. Второй шанс – это все, на что я надеюсь. Тем временем в Голливуде сегодня собираются самые влиятельные люди, среди которых Том Хэнкс, Вупи Голдберг и Стивен Спилберг. Они должны решить судьбу опозорившегося коллеги. Члены Американской Академии киноискусств созвали срочное заседание, на котором могут исключить продюсера из своего элитного сообщества. А также лишить его Оскара, которого Вайнштейн получил в 99-м за фильм «Влюбленный Шекспир». Британская Академия кино уже исключила Вайнштейна. И, похоже, дорога обратно в кино для него уже закрыта. И вряд ли ему удастся избежать судебного разбирательства. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». Женский бокс для тех, кому за 60, фальшивый Пикассо для удачного замужества и панда Бэйби Бум в Китае. Об этом и не только в нашем обзоре. Американец выдал свою картину за работу Пабло Пикассо, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. Крис Нерайн тайно повесил свой рисунок среди работ Пикассо в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Парень пытался договориться с администрацией нескольких музеев, но ему везде отказывали. Поэтому пришлось нарушить правила. На картине Крис изобразил мужчину, который, опустившись на одно колено, делает предложение девушке в красном платье. Когда Крис встал на колено перед любимой возле картины, она расплакалась и согласилась. Крупнейший в мире розовый бриллиант выставили на аукцион. Драгоценный камень королевских размеров – 37 карат – представили в Лондоне. Стартовая цена – 20 миллионов долларов. Но эксперты полагают, что сумма может вырасти еще на 10 миллионов. Оттенок бриллианта специалисты охарактеризовали как фантазийно насыщенный розовый. Это крайне редкий камень, и речь идет не только о размере. Его цвет и форма превосходны. Торги состоятся в Женеве 15 ноября. Миллиардер Ричард Брэнсон теперь занимается строительством сверхскоростных поездов Hyperloop. Он уже вложил колоссальные средства в проект вакуумного поезда на магнитных подушках. Сумма инвестиций не называется, однако компанию миллиардера переименуют Virgin Hyperloop. А Брэнсон войдет в ее совет директоров. Поезд будет перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 км в час. Людям нужны безопасные и быстрые путешествия, заявил миллиардер. Бокс для бабушек. В пригороде Яханнсбурга в секцию принимают только тех, кому больше 60. И только женщин. Все началось с аэробики пять лет назад. Но вскоре дамы почетного возраста стали пробовать более экстремальные виды спорта, а потом начали боксировать. Теперь приходят в спортзал дважды в неделю, чтобы заниматься боксом. Очень ответственно относятся к тренировкам и стараются изо всех сил. Женщины в восторге. Они не только могут защитить себя, но и чувствуют себя более молодыми и здоровыми. Шоу бамбуковых мишек в Китае. Сразу 36 маленьких панд представили публике в местном заповеднике. Пока пушистые зверьки могут лишь перекатываться с места на место. Поэтому сотрудники зоопарка осторожно переносят их на руках. В этом году здесь настоящий панда-бэби-бум. 42 детеныша – это рекорд с момента начала селекционной программы. Есть и еще одна победа. Впервые специалистам удалось выходить все 15 пар близнецов. Это все новости на сегодня. Теплого вам субботнего вечера. И до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok